Друзья, подписчики, всем огромный привет! Хотел вам рассказать про... Очень много вопросов спрашивают про бомжей. Я не знаю, почему эта тема такая популярная. И у меня есть небольшой опыт с бомжами. А именно, когда-то, далеко еще в 2012-м, я ездил на волонтерскую деятельность. То есть это, ну, как типа бесплатной работы. Кормление бомжей. Если кто не понимает, о чем я, это абсолютно то же самое. Вот один к одному выглядит так, вот как в американских фильмах. Если вы когда-то смотрели... Какой же там, блин... Если кто помнит, с этим еще, с Тетхомом, с таким лысым чуваком, где он там был сенегалом, потом забрался в апартмент, там спер как типа деньги, перестал бухать и потом стал каким-то, типа, ракетиром, вот, работать там на китайскую мафию. А там подруга, монашка, она это вот работала вот в этой кормлении бомжей. Один к одному, то же самое. Такой же стол, такая же еда. Но я вам расскажу просто все по порядку, потому что вот очень много спрашивают, а что я вам еще про бомжей расскажу. Вот, то есть, понятное дело, что пишут уже в комментариях, что я типа бомж и все дела, но я-то не прямо такой уж бомж, чтобы вообще жить на улице, потому что в Америке, я вам уже много раз говорил, бомжи только те, кто сами хотят быть бомжами. Почему? Потому что здесь огромные возможности для бомжей по восстановлению из ихнего бомжатского образа жизни, просто вообще в которые невозможно поверить. Там, естественно, как государство там или город, я не знаю, но куча всяких организаций, фонды там, которые помогают бомжам. Но, к примеру, в общем, на этом кормлении, да, с чего все начиналось. Ну, собрались мы там, как бы это на самом деле все в начале, как начинается в приюте. Приют для бомжей, где они живут. Если вы думаете, что это что-то такое вот грязное, вонючее, там, обшарпанное здание с какими-то похожими на тюрьму, с решетками и крысами, то я вам скажу, друзья, вы полностью ошибаетесь. полностью здание в центре города, каменное, огромное, комфортабельное, комнаты, как в отеле, горячая вода, огромная столовая, кухня, туалеты, все абсолютно, я вам скажу, ну, там и был отель до этого или какое-то что-то типа того. Вот. И его просто переоборудовали в приюк. То есть я вам скажу, что многие апартаменты, которые здесь сдают, они похуже выглядят, чем этот приют для бомжей, только приют для бомжей бесплатный, а там ты еще и платишь какие-то космические деньги. Вот. Комнатки я конкретно не рассматривал, но я видел внутри, как это все выглядит, коридоры там, вход по таким же пластиковым карточкам, как в отеле, один к одному. И жить-то может все, все кто угодно, вот, кто нуждается в приюте. Единственное условие элементарное, вот, не бухать и не употреблять наркоту. И почему этот приют наполовину пустой, а буквально ты отходишь от приюта 10 метров и там 5000 бомжей живут, да потому что они не хотят не бухать. Они все бухают и курят там, я не знаю, что они там употребляют, ментамфетамины, траву там, ну, все что угодно. Можно купить вон на улицах Сиэтла, продается просто. Все знают, где и почем, и полиция, в том числе, никто их не щимит. Вот. Ну, когда им говорят, там надо рейс сделать, там щимят, вот, ну, а что им щимить бомжей, что они с ними сделают? В тюрьму, что ли, посадят? Нет, конечно. А это самое, мыть их, выхаживать, вот это еще плохо от них каких-то подхватить, никому оно не надо. Поэтому такие бомжи, которые не бухают, они живут в приюте. Но приют не перенаселен. Люди там долго не застаиваются. То есть, если ты реально решил стать на путь восстановления, то есть, решил не бухать, типа, бросить всю эту бомжатскую жизнь, стать нормальным человеком, я вам скажу, тысячу процентов вам там помогут определять вас там в какое-нибудь сообщество анонимных алкоголиков или наркоманов, неважно, на чем вы там сидите, будете туда ходить, днем жить в приюте, потом со временем как оклемаетесь, вам помогут найти какую-нибудь работу, конечно, это не будет там работа за миллион долларов, а там типа уборки, там мойки посуды, ну, короче, что-то такое простое, там в супермаркете грузчиком или какую-то социальную работу с небольшой оплатой, но в любом случае меньше 15 долларов вы не будете получать, вот, помогут вам с работой, потом, как вы там поработаете пару месяцев, какие-то деньги скопите, пожалуйста, снимайте себе комнату или квартиру и уезжайте из приюта, есть еще такие варианты, называется Oxford House, если кто не в курсе, их очень много в этой области Сиэтла, и что такое Oxford House, это вот как раз такие люди, которые были бомжами или на грани бомжевания, но они уже как бы находятся в переходном стадии от бомжей к нормальным людям, они могут как бы, получается, организовываться в такие группы, там есть всегда как бы организатор, то есть человек, который все организует, прибыли никакой нету, а это все работает ноль в ноль как бы, то есть нон-профит, то есть какой-то чувак, он просто снимает дом большой, там, к примеру, 3-4 спальни, 5 спален, вот, и находит как румейтов, в этих домах, ну, можете просто поглядить Oxford House, то есть это все то же самое, как ты обычно снимаешь комнату, но там разница с обычным снятием комнаты, что получается дешевле, но то же самое работает условие, ты не можешь как бы ни бухать, ни курить, в в приюте, они у вас каждый день там берут анализы, я не знаю, крови или там мочи, в этом Oxford House там где-то раз в неделю, но то же самое, если ты забухал, или опять начал, короче, что-то употреблять, тебя оттуда сразу же в тот день катапультируют просто на улицу и все, без права возвращения, ну и вот такие вот люди, там 5-7 человек обычно вместе снимают этот Oxford House там живут, они только мужские или женские, нельзя там жить с девушкой или там что-то с семьей, типа того, только для одиноких людей, вот, не знаю, может уже какие-то семейные появились, но про то, что я слышал, работает таким образом, и люди в таких Oxford House они могут жить и по году, по 2, по 3, по 5, по 7, почему? Они просто уже, знаете, если они были бомжами, жили на улице, потом жили в приюте, они уже просто боятся вернуться к старой жизни, и если он идет из этого Oxford House начнет там снимать квартиру или там даже комнату, ну не важно что, то он прекрасно понимает, что в любой день он может как бы опять начать бухать или там курить свой мед, и рано или поздно он как бы опять вернется на улице, и потом ему надо будет весь этот как бы огромный сложный путь проходить изначально, немногие не многие как бы к этому готовы вот поэтому они в этих Oxford House живут до того пока они не смогут хоть как-то там наладить свою жизнь там пару лет там три года хотя бы прожить уже без вот без алкоголя без наркотиков чтобы быть более-менее себя чувствовать уже так как сказать на ногах футбенки я вам показывал и все прочее то есть как я вам говорю это в Америке только желание у нас в России в Украине я знаю многие люди они просто не имеют возможности выбраться из бунжевания они хотят ну как нету выхода если у тебя там нету родственников если у тебя там нету друзей если там никто тебе не поможет то в Америке все не так если у тебя даже никого нету есть эти социальные организации есть приюты есть лечебницы даже если у тебя нету денег страховки выделят тебе все из этого фонда поместят туда и будешь там это самое отдыхать вот за счет государства но как я вам говорю никто просто не хочет и вот когда я был на этом кормлении бомжей ну не знаю что рассказывать все подробности как бы как я вам говорю там на самом деле ты не только кормление производишь а там весь процесс ты должен приехать с самого утра мы идем в эту кухню она профессиональная как в ресторане с огромными плитами там есть организатор кто разбивает вас на группы кто-то там разделывает куриц кто-то там чистит картошку кто-то там открывает консервы то есть там целый как это сказать как процесс такой же как в ресторане огромные печи там сотни этих куриц тонны картофеля все это чистится моется готовится еда я вам скажу получается ну обалденная я не буду врать но представьте пюре с жареными окорочками там с вареньем на второе с компотами там с бутерами плюс там на закуску что-то дают я помню какие-то консервы мы открывали паста то есть вермишель ну очень классная еда я вам говорю нас не кормили ну я просто слюнями весь истекался и потом все это грузят в кулеры в автобус на автобусе мы приезжали на специальную заброшенную парковку куда приходят бомжи там уже толпа бомжей этих ждала все они кстати я вам скажу ну отличаются от наших бомжей да они так же живут на улицах да они так же короче бухают и постоянно пьяные или обкуренные но выглядят они у них не гнилые зубы такие они все розовощокие явно что они хорошо питаются потому что с питанием проблем нету то есть они питаются из футбанков с этих бесплатных обедов то есть у них вся жизнь так и происходит просят милостыню хавают бесплатно спят там в палатках под мостом у них у всех есть герлфренды и то есть не жизнь а рай можно сказать наслаждаешься свежим воздухом какой-то выпивкой недорогой но качественной здесь не продают такой алкоголь от которого ты умрешь вот приходят приходят они я не видел чтобы они там были какие-то больные зачуханные одеваются они даже вам скажу там все в брендовых вещах там всяких морсфейсах у всех за сбой там рюкзаки дорогие спальники ну и все они еще там перебирают ой я там курицу не ем я вегетарианец дайте мне только вот это вот ну и короче вот это вот они подходят и прям как в ресторане заказывают мне там пожалуйста вермишели курицу пожалуйста вот получите с вас 0 долларов и в общем там их было человек 150 200 когда уже все прошли ну то есть нам сказали кормить только по одной порции и там толпа стояла уже поели все и хотели еще по второй и потом в конце уже когда все получили сказали можно по второй порции и кто-то подходил и они уже там все я пюре не хочу дайте мне только там курицу или там дайте мне консервы или там я такое вот хочу там еще были какие-то фрукты короче в общем еда топовая в общем такая мини история для вас друзья мне обязательно нужны ваши комменты мне надо знать что подписчики думают о этой ситуации спасибо заранее ставьте лайки всем успехов и да благоволит к нам Господь пока-пока вон кстати дополнение к видео про бомжей хочу потом добавить вот идет один видите переходит дорогу вот с рюкзаком вон с термосом с ведрами какими-то сзади палатка висит в шапке в рубашке ну то есть вполне выглядит вообще просто как турист на самом деле бомж но и у него все полностью с собой то есть сейчас где-то там в кустах поставить свою палатку и будет ночевать и с собой не и Продолжение следует...